Здравствуйте! Это «Персона Грата» – программа, в которой мы говорим о главном. А всё интернет-сообщество только и делает, что говорит о том, как похудеть быстро и навсегда. В ход идёт активированный уголь, псевдометодики Елены Малышевой, даже низкокалорийные тортовые диеты, коих в природе быть не может. Гости сегодняшней студии тоже в раздумьях о сантиметрах и килограммах призывают – становись собой. Всем тем, кто мечтает о 42-м размере, они советуют начать с размера тарелки, а ещё запастись терпением и весами разного калибра. Сначала они узнали, как разом сжечь весь лишний жир, потом решили научить этому многих и сделали из этого реалити-шоу. Подробности прямо сейчас. От координаторов проекта «Стань собой», именно так он называется, у нас в гостях Анна Тихомирова и Анастасия Липовецкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в наш студий. Ещё одного человека не хватает, но об этом чуть позже расскажем. А пока расскажите, пожалуйста, вообще, для кого задуман проект и что вы хотите им доказать и кому? Ну, на самом деле, задумали мы проект для всех, кто интересуется здоровым образом жизни, но, может быть, в силу каких-то причин, пока он им интересуется дистанционно. То есть сам пока ничего не делает, а только смотрит там по телевизору, вот, и нет возможности заняться спортом, правильно питаться. Когда говорит здоровый образ жизни, первое, что имеете в виду, это как раз здоровье или худение? Потому что вот как раз вот эта мотивация была самой главной идеей. Нет, на самом деле, все участницы нашего проекта и в ходе кастинга это стало абсолютно очевидно. Их лишний вес – это причина их неправильного образа жизни. Только из-за этого. Всё взаимосвязано. А как вообще работает проект? Что это такое? Подробностей хочется. Проект работает следующим образом. Мы проводим различные активности раз в неделю. Соответственно, камеры снимают. И потом мы выкладываем наши ролики на YouTube. Потому и называется реалити-шоу. Да, поэтому реалити-шоу. А вы как организатор гарантируете, что всё будет без вреда для здоровья? Мы гарантируем, что это будет без вреда, но, к сожалению, мы не можем гарантировать результат. Поскольку, как в любом реалити-шоу, у нас есть только концепции, у нас нет прописанного сценария. И фактически наши герои сами делают эти истории. А какой должен быть результат? Ну, результат, конечно, они должны поменять прежде всего свой образ жизни, начать заниматься спортом, правильно питаться. И если есть какие-то вредные привычки, ну, как правило, курение у наших девушек, то постараться от них отказаться. И если они будут на этом пути стоять стойко, то у них должно быть естественным образом произойти снижение веса. Но, к сожалению, у нас нет возможности контролировать их 24 часа в сутки, поэтому этот результат... То есть они не будут жить в закрытом помещении где-то? Нет. Мы встречаемся с ними несколько раз в неделю. С ними работает психолог, с ними работает консультант по питанию, с ними работают фитнес-тренеры. Все они дают им рекомендации. Да, очень много людей работает с нашими героями. И они дают им всем рекомендации, но, к сожалению, исполнение точной рекомендации до конца остаётся на совести героев. Поэтому мы, в принципе, уже через две недели, с момента начала проекта, увидим, кто их исполняет точно, а кто не очень. На весах это всё будет заметно. То есть всё-таки главное мерило, это нужно будет встать на весы, да? Количество килограммов, которые покинули тело, они будут мерилом успеха, да? В данном проекте да, потому что это формат проекта, и в любом случае, когда делается какой-то проект, есть измеримый результат. В нашем случае это лишний вес. А что победитель, помимо того, что возможность самолюбования и так далее, и радости своего собственного тела? Ну, когда мы делали проект, мы подразумевали, что все наши девушки, если они будут добросовестно следовать рекомендациям наших консультантов, они будут в итоге победительницами, потому что им удастся поменять себя в лучшую сторону. Но самого лучшего участника, который больше всего сбросит лишний вес, ждёт главный приз. Какой, мы пока держим в секрете, это будет сказано в первом выпуске проекта. Ну что же, все те, кто сейчас решили, точно решили взяться за себя и становиться собой вместе с вами, могут горько-горько плакать, потому что все кастинги уже закончились. Но мы сейчас можем посмотреть в том, как это было. А на сколько вы худели машина? Ну, максимально 7 килограмм. Лично я люблю по-японскую кухню. Я вчера раньше была очень худая. Очень странная. С вами познакомиться и как бы понять, насколько вы готовы к проекту, насколько проект для вас подходит. Суровые вопросы. Жюри очень строго и заставили девчонок вспомнить всё, да, последние лишние конфетки. А что в результате собеседования? В результате, на самом деле, честно скажу, мы очень волновались, что с первого кастинга мы не наберём участников. У нас было очень большое количество желающих в социальных сетях, но 95% всех этих людей говорили, мы посмотрим первый сезон, что называется, как это будет, и придём на второй. Потому что формат проекта, он достаточно экстравагантный. Это не конкурс красоты, где человек приходит и показывает, какой он замечательный. Это нужно иметь определённую смелость, чтобы на весь город заявить, что да, у меня есть проблема, я готов, что мне будет тяжело, но я буду с этим бороться. Но на самом деле мы были приятно удивлены, что у нас было желающих даже больше, чем нам нужно было участников. Поэтому мы действительно выбирали. То есть в итоге на выходе сколько получилось участников? Десять участниц. Они поделились на два проекта, на две команды? Две группы, по пять человек, да. А кого не взяли, скажите? Вот какой главный был критерий? Количество килограммов всё-таки лишних или что-то другое? Количество килограммов, конечно, мотивация. Потому что если у человека правильная мотивация для участия в проекте, то тогда он проект не покинет. Потому что такое тоже может быть. Появятся какие-то трудности, и человек может поменять и уйти из проекта. Но вы сидели в жюри. И полсотни человек выбрали десять. Как, чем руководствовались? Не знаю, мы как-то, наверное, общались с людьми и понимали о том, что человеку действительно нужно похудеть. Кому нужнее, тот и попал. Да, да, да. Кому нужнее, да. И нам всё-таки были интересны люди, у которых есть какая-то своя личная история. Да, может быть, где-то это маленькая трагедия, где-то, может быть, ещё какая-то непростая ситуация. Вот. И те люди, которые действительно нуждаются в помощи. А сколько времени вообще отводится девчонкам для того, чтобы привести себе форму? Ну, мы исходили из того, что максимально допустимая врачами норма похудения в месяц без ущерба для здоровья, это где-то 3-4 килограмма. Для того, чтобы был виден результат, тем более у всех наших участниц лишний вес от 10 и выше килограмм. А сколько весит самая? Ну, самая большая, она написала, что я свой точный вес не знаю, да. Но визуально, мы так посмотреть, где-то 140 килограмм. Это же очень сложно. Да, это очень сложно. Ну, вот от 10 лишних килограмм лишний вес и до где-то вот 50-70, вот так. А проект будет длиться? Ну, вот 4 месяца. То есть мы как раз и исходили. 3,5 килограмма 4 в месяц, умножили на 4, где-то 10-12 килограмм. Это реально без ущерба для здоровья. Каждую неделю они будут приходить к вам, проходить контрольное взвешивание, консультации, а дальше фитнес, здоровое питание. И всё это бесплатно, так? Да, всё бесплатно. У них будет ещё много промежуточных конкурсов активности, которые тоже связаны все непосредственно со здоровым образом жизни. Вот. Ну, единственная поправка, взвешивание будет не раз в неделю, потому что, ну, очень сложно за неделю ощутимый результат получить. Раз в две недели. И взвешивание, поскольку у нас две команды, у нас главная интрига в том, что команда борется с командой. У нас взвешивание будет групповое. И потом уже из этого результата мы будем вычленять итог каждого. Как всё сложно. Но кто бы мог подумать, что вот эта идея, которая родилась для орловчан, задумывалась очень далеко от орла. Вот об этом давайте короткий материал ещё посмотрим. Ирина Воробьёва, стройная студентка ОГУ, всерьёз озаботилась лишним весом. После того, как оказалась на Селегере. Фитнес-смена «Беги за мной» настойчиво призывала бороться с жировыми складками, неправильным питанием и гиподинамией. Так организаторы молодёжного форума обрисовали очередное задание для участников. Оно и спровоцировало орловчанку на создание проекта «Стань собой». На Селегере его сразу поддержал Всероссийский фонд «Национальные перспективы». От него Ирина получила 50-тысячный мини-грант. Скажите, пожалуйста, когда проект прошёл на Селегере, вот тогда была ещё в тот момент уверенность в том, что реально это можно воплотить? Или это было на уровне идеи? Это было на уровне идеи, конечно. Дело в том, что, как любой новый проект, его всегда сложно доносить до людей. И наши партнёры, с которыми мы работаем в проекте, они достаточно много вопросов нам задавали, почему мы должны в проекте участвовать, как это будет. Поэтому уверенности, что всё получится, у нас не было до того, как завершился кастинг, если честно. Скажите, а помимо того, что вот сейчас отобрали участниц, что ещё за этот месяц сделано? Работаем с партнёрами. И девочки ещё прошли медицинское обследование, что тоже очень важно для нас. У нас они прошли обследование в двух учреждениях. Это центры здоровья, где получили общие, да, смотры медицинские, и физкультурный диспансер. Это нужно для того, чтобы какой-то индивидуальный был критерий подхода? Индивидуальный критерий подхода или занятие спортом. Им нужен допуск к занятиям, для того, чтобы мы знали, с кем будем работать. Потому что, как правило, лишний вес, он провоцирует проблемы со здоровьем. И мы исходили из того, что, вероятно, в связи с этой проблемой, не все участницы получат стопроцентный допуск к занятиям спортом. Поэтому нам обязательно, поскольку мы делаем прежде всего шоу о здоровье, было начать именно с проверки, насколько наши участницы вообще готовы к этим мероприятиям. Анна, но вы координируете проект, мало того, что изнутри, мы увидели, так еще и сверху. Вы руководите областным управлением по делам молодежи. Скажите, пожалуйста, это дает какую-то, не знаю, дополнительную защиту, что ли? Чувствуете тыл за собой надежный? Конечно, защита и поддержка, и уверенность. Вы все правильно сказали. Но вы ощущаете себя больше все-таки официальным лицом? Нет, вы знаете, дело в том, что у меня, я сама неразрывно всю жизнь связана со спортом. Я раньше работала в городском управлении по спорту, у меня второе высшее образование в физкультуре и спорт. Я сама профессиональный инструктор, но в прошлом уже, к сожалению, сейчас другая работа. Поэтому этот проект меня интересует и с точки зрения именно несения идеи здорового образа жизни в массу. Ну и мой последний вопрос. Вы объявили, что первые выпуски люди увидят уже начало середины ноября, пока этого не произошло. Что сейчас вас тормозит? Я скажу честно, я просто на две недели уезжала на стажировку за границу, и я не могла участвовать в проекте. То есть я полностью была выключена на две недели. Ну я вот уже неделю как вернулась, поэтому в самое ближайшее время уже у нас первый выпуск выйдет в эфир. А вот с телестудией интересно, все это будет происходить на базе как раз Орловского государственного университета? Да, с телестудией, да, Орловского государственного университета. Поэтому в ближайшие дни у нас аппаратура вся есть, телестудия полностью оснащена, профессиональная телестудия. Есть у нас бригада съемочная, поэтому мы готовы приступить к съемкам. Во всеоружии. Ну и когда же мы вас увидим? Когда и где нужно смотреть? Ну, вообще-то у нас Первый областной предлагал нам канал транслировать наши выпуски, но ВКонтакте обязательно. Каждый выпуск мы будем выкладывать на YouTube, это наиболее доступный контент, интернет, поэтому смотрите нас там. Спасибо вам большое за это интервью. О первом в Орле реалити-шоу мы говорили с координаторами проекта «Стань собой», руководителем областного управления по делам молодежи Анной Тихомировой и помощником проректора Орловского государственного университета Анастасии Липовецкой. Спасибо вам. Спасибо.